МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Махачкале девушка занималась распространением наркотиков. 26-летнюю жительницу Буйнакска доставили в отдел полиции. При ней было обнаружено 30 полиэтиленовых пакетов с метилэфедроном. Общий вес изъятого вещества составил 79 грамм. Это 395 средних разовых доз. В ходе следствия девушка во всем созналась и рассказала, что размещала закладки и отправляла фотографии тайников заказчикам. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. В Дагестане более чем у тысячи кандидатов депутата обнаружилось наличие судимости. Представители избиркома пригласили на беседу 1081 кандидата. После беседы большинство из них передумали баллотироваться. Как отметили в избиркоме, не у всех совесть проснулась добровольно. Снятие 274 кандидатов пришлось добиваться через суд. По мнению замглавы избиркома, Причиной отстранения было не само наличие судимости, а ее сокрытие. Правительство Дагестана выделило более 180 миллионов на борьбу с COVID-19. На приобретение лекарств будет направлено более 26 миллионов рублей. Еще почти 40 миллионов на проведение лабораторного обследования на COVID-19 контингентов группы риска. Также на профилактику и устранение последствий коронавируса в республике выделят 100 миллионов рублей. Еще свыше 16 миллионов рублей на закупку трех рабочих мест лаборатории для диагностического центра. В Госдуме предложили выдавать водительские права с 16 лет. С таким предложением выступил депутат Василий Власов. Парламентарий считает, что с 16 лет молодые люди уже могут официально работать, учиться в другом городе и жить отдельно от семьи. А желание приобрести машину заставит их раньше и больше зарабатывать. Напомним, что с начала года вступил в силу закон, согласно которому учиться водить легковой автомобиль и грузовик можно с 16 лет. Однако права на управление автомобилем пока можно получить только с 18. Траты дагестанцев на коммунальные услуги в среднем составляют 3 тысячи рублей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Больше всего на услуги ЖКХ тратят в Камчатском крае. В месяц жители платят более 9 тысяч рублей. В лидерах также Магаданская область и Москва. Эксперты считают, что позиции регионов в рейтинге могут быть объяснены уровнем тарифов, доходов и долей населения, проживающего в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ. Дагестанские инженеры объединили усилия для спасения озера Ак-Гёль. Так, накануне специалисты запустили станцию для очистки и аэрации воды в озере. Система функционирует автономно, питаясь от солнечных батарей. Она позволяет обогатить воду озера кислородом и очистить водоем от вредных микроэлементов. Проект получил рабочее название «Экогёль». Реализует его корпорация развития региона по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии республики, а также Каспийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства. Эксперты прогнозируют рост зарплат в Махачкале. Самый высокий прирост реальной зарплаты среди крупных городов Северного Кавказа в 2021 году ожидается в столице нашего региона. Об этом говорится в исследовании, проведенном в Финансовом университете при правительстве России. По данным источника, исследование проводилось летом 2020 года в форме телефонных опросов. Эксперты собрали информацию о потребительских настроениях населения, после чего составили динамику экономических показателей на будущий год. Всего в исследование вошло 75 городов России. Атмосфера конкурентной борьбы на поле и дружбы за его пределами. В минувшие выходные в Махачкале состоялся первый розыгрыш Кубка Муфтеата по мини-футболу. Здоровый образ жизни и созидательное начинание – лучший пример идеологического противодействия терроризму и экстремизму в обществе. В споре за почетный трофей сошлись 48 коллективов из разных городов и районов республики. За яркими по содержанию и жаркими по своему накалу матчами следил мой коллега Курбан Рагимов. Он расскажет, кто в итоге сыграл лучше всех. В здоровом теле – здоровый дух. Первый розыгрыш Кубка Муфтеата собрал порядка 300 участников. Всего 48 команд. География турнира охватила почти все муниципалитеты Дагестана. В честь своего города или района отстаивали сотрудники разных структур подведомственных Муфтеату. Это имамы, работники отделов просвещения и представители СМИ. Девизом данного мероприятия является спорт против террора и подобные мероприятия необходимы для объединения молодежи, для того, чтобы мы просто сплачивались неофициально, неформально такой обстановки, потому что мы знаем, когда определенная физическая нагрузка бывает на человека, когда он постоянно занимается своей работой, своей деятельностью, ему необходимо немного развеяться, немного расслабиться. Команды разбиты на 8 групп. В плей-офф выходят по две лучшие. Далее игры на выбывание. Тайм длится 10 минут, а игры обслуживают судьи республиканской категории. Несмотря на конкурентную, а порой жесткую борьбу на поле, по завершении матча игроки обмениваются рукопожатиями. Самое красивое, самое нужное, что здесь, что ребята с друг другом знакомятся, разных городов, разных районов, что они видят друг друга, что есть такие игроки, что такие религиозные деятели играют в футбол, что они видят, что они тоже занимаются спортом. А то мы привыкли, что только спортсмены занимаются спортом. Здесь мы понимаем, что сегодня у нас, хоть бы он замов, или кем бы он ни был, что он был кем-то, раньше он занимался профессиональным спортом, а сегодня он изучает науку, эльму изучает. Поэтому это очень важно, чтобы молодежь видела, что несмотря на любой образ жизни, он должен заниматься спортом. Турнир призван укрепить дружеские отношения между выходцами из разных муниципалитетов. Об этом на открытии говорили организаторы. Кроме того, речь шла о важности, просветительской работе религиозных деятелей в деле противодействия росткам терроризма и экстремизма в обществе. Участников также напутствовали представители органов власти и известные спортсмены. Очень приятно, потому что активно вообще в республике развивается сейчас вот именно лиги футбольные, мини-футбола. И то, что Кубок Муфтия объединяет такое количество молодых людей. И вот вообще соревновательный образ, спортивный формат. И, конечно, это формирует и команды, и сплоченность внутри команд. Я думаю, что это тоже хороший формат досуга в регионе. Как раз таки молодежь в вечернее время собирается на мини-полях, играют. Я думаю, что это очень хороший формат, правильный формат проведения мероприятий выбран. И то, что лозунг тоже «Спорт против терроризма», я считаю, это правильно и так оно и есть. Пройдя без поражений сквозь сито предварительных матчей, в финал пробились лучшие из лучших. В упорном противостоянии коллективов из Буйнакского и Казбековского районов первая дружина смогла забить на один мяч больше – 3-2. И Кубок от Муфтияра Республики Дагестан вручается капитану команды. Всех призёров турнира наградили медалями и денежными премиями. Организаторы также учредили призы в индивидуальных номинациях. Лучшим вратарем признали Усмана Салис-Гиреева, а звание лучшего игрока досталось Мусе Мусаеву. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Ещё большую информацию отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин